Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием «Ребята, мы потрахались». В студии Сашка. Всем привет! И Дашка. Здравствуйте, дорогие друзья! Время девять вечера. И мы такие, пора писать подкаст. Да, самое время. Как раз устали, и фляжечка уже посвистывает нормально. Да, вы же любите, когда мы именно в таком состоянии. О, да. Я купила кучу благовоний, они лежат на столе, я их нюхаю. Пытаюсь, ну, типа, как-то нанюхаться, что ли, не понимаю. Поймать какой-то дзен. Но лучшая терапия, конечно же, это читать письма наших слушателей. Сегодня какое-то у нас на повестке огромное длинное письмо. Подозреваю, что там куча всяких странных историй будет. И какое-то маленькое письмо. Вот так я вам сделала анонс. Если вы тоже хотите прислать свои письма, почта есть в описании выпуска. Не стесняйтесь. Итак. Привет, Сашка и Дашка. Привет. Слушаю вас уже офигеть сколько. Раньше слушал на учебе в лаборатории, а теперь и в зале. Благодаря вашим шуткам я успел уронить на себя штангу. Найс. Надеемся, что все закончилось хорошо. Там не сильно прям смешные мы, давайте честно. Ну, да я не знаю, какая у нас есть шутка, чтобы штангу уронить прям. Ну да. И теперь перейдем ко мне. Пусть Сашка придумает мне имя. Егор Петрович. Мне почти 22. Да, а уже Егор Петрович. Я увольняюсь с работы и перехожу на новое место. Крайне общительный. Если брать характеристики, то крайне хорош. Высокий. 190 сантиметров. Спортивный. Та ты че. Харизматичный. С приятным голосом. Работаю на радио. Давно вещаю, выступаю на мероприятиях. Еще и голос приятный сто пудов, да. Как же вы себя любите. Боже мой. Иными словами, не так уж и плохо. Так вы только что сказали, что вы крайне хороши. Ну да, да. Вокруг много девушек, которым я симпатичен. Если смотреть на это, то все клево. Но теперь перейдем к пиздецу. Неожиданно мат подкрался здесь. Бу. Прошлой осенью я расстался с девушкой. У нее появилась эмоциональная зависимость от меня. Дашка, придумай имя. Клара. С нетерпением ждала встречи нашей. Но вся остальная жизнь у нее была тяжелой. Проблемы с семьей, работой, учебой. Многие друзья отвернулись от нее и остался я. И тут я просто устаю решать ее проблемы и поддерживать. Ей просто не становится лучше. Проблем было много. Одна из них – отчисление из-за одного и того же препода во второй раз на втором курсе. Это был сильный удар для нее. Мы расстались, и я не сильно переживал. Конечно, слышал, как захлопнулась дверь в день ухода, и она начала кричать истошно. И провела в слезах месяц, по словам знакомых. Прошло 9 месяцев после расставания, и я ее встречаю на улице. Улыбнулся и сказал привет. Конечно, она написала мне, как дела и так далее. Но дальше начинается ужас. Оказывается, за пару дней до нашего расставания она узнала, что беременна, и не сказала мне об этом. Хотела сказать при личной встрече. А я приехал и бросил ее раньше этого. Узнав об этом, я просто офигел. Но прикол в другом еще. На шестом месяце что-то пошло не так, и случился выкидыш. И она это написала так, что теперь ей стало легче, что смогла рассказать мне. А я лежу и офигеваю. Узнаю, что у меня мог бы быть сын, но его нет. И тут ужас. Я ловлю себя на мысли, что я рад, что ребенка нет. И ни капельки не переживаю за это. И не волнуюсь. Конечно, ком в горле был. Но даже в тот день я выспался отлично. И это вообще нормально? После всего рассказанного, Клара хочет общаться со мной и поддерживать контакт. Но у нее есть какие-то чувства, а я этого не хочу. Эта история рассказана ради одного – высказаться. Я даже не могу рассказать это вообще никому. Теперь вторая часть. Женским вниманием я не обделен, но я не могу построить отношения долгие. Я общаюсь на протяжении пару месяцев, и потом все кончается. Я легко завожу новые знакомства и могу подойти к девушке на улице также. Но вот как строить долгие отношения, я не знаю, как это делать, на что смотреть и как себя вести. Просто у меня много приколов в голове. Я не строю отношения на чувствах. Считаю глупо. Лишь на интересе к человеку. Мне не так уж важен секс. Я не люблю, когда ко мне прикасаются. Я не понимаю, зачем вообще отношения нужны. И так далее. Я человек, который просто уничижает себя изнутри мыслями. При этом всем я много времени провожу один. Кофе, кино, театр и так далее. Где 80% времени один, 20% со знакомыми. Как научиться что-то чувствовать к человеку? Как понять, что это именно чувство, а не надуманное? Я же не один такой человек, который настолько загоняется. Я дико запутался, ведь даже не могу поделиться этим всем. Сразу скажу, в общем-то, все чувства в той или иной степени надуманы. Так это и работает. Химия, гормоны. Ну, по первой части письма, конечно, жесть полная. Полнейшая, да. Да. Но, честно говоря... Но он не наврал, когда сказал, что это пиздец. Да, он не наврал. Я не знаю, наверное, сложно действительно как-то, как это сказать, аккуратно, ну, разорвать отношения с человеком, который находится в какой-то эмоциональной зависимости от тебя. Причем, по его описанию, степень этой эмоциональной зависимости, ну, прям очень серьезная. И без какого-то вмешательства специалиста, ну, здесь не обойтись вообще. Ну, человек говорит серьезные вещи по поводу, там, ребенка и все дела. Ну, да. И я, ну, не хочу, конечно, быть тварью, но может ли сообщение о каком-то там неродившемся ребенке быть способом привлечь внимание... Манипуляции. Да, манипуляции, вот. Насколько это правда? Ну, то есть, понимаешь, о чем я, да? Вопросов много, это сомнительно все звучит. Мне не хочется, чтобы люди это переживали, и чтобы использовали такие вещи в качестве манипуляций тоже. Просто, знаешь, обычно люди, пережив такое, не очень хотят общаться, видеться с тем человеком, из-за которого вот ты все это переживаешь. Ну, да. Это странновато. А если даже так, то это еще страннее. Знаешь, ну, то есть, на какой-то период ты погрузился в какой-то мрак, жуть, и все, ну, очень плохо в итоге. И ты думаешь, ну, блин, классно было бы с ним потусить. Да нет. И, честно говоря, для меня нелогично. Ну, допустим, если, да, девушка вот прям, ну, в такой вот зависимости какой-то, да, от этого парня, кажется, ну, если мы рассуждаем категориями, да, вот что, чем лучше привлечь внимание, это сейчас все очень искаженное, надо понимать, что это мы не советуем так делать, что сообщение о том, что я беременна, привлечет внимание как-то, ну, лучше в каком-то смысле, чем сообщение, что когда-то я была беременна, все пошло как-то плохо, ну, то есть, понимаешь, да? Да, да, странно. Ну, короче, вообще, в любом случае это все странно, нездорово как-то звучит. Никогда так не делайте, пожалуйста, не манипулируйте такими вещами. Я бы точно на его месте, ну, лучше не поддерживать вообще какую-то связь с этим человеком, потому что, ну, явно не задалось. Ну, мне кажется, что, ну, типа, опять же, с его слов, что девчонке нужна психологическая помощь, возможно, возможно. Ну, опять же, мы там про нее ничего не знаем, но давай тогда сосредоточимся на второй части письма, где он говорит, что не может построить долгие отношения, что, типа, легко заводит знакомство, месяц пообщался, и вроде как вообще не понимает, для чего отношения, и все дела. Ну, кажется, что если ты не понимаешь, для чего тебе отношения, то не будешь ты их строить долгосрочные. Ну, да. Логично? Да, да, да. В какой-то момент ты такой, ой, блин, очень хочется отношений. Просто вот даже без особого понимания этого всего тебе бах и хочется. И, ну, давайте посмотрим честно на это письмо. Во второй части письма самое популярное слово «я». «Я-я-я-я-я-я-я-я-я», «я-я-я-я-я-я-я», «я такой, я такой, я там, я то, я все, я все, я все, я все». Ну, сейчас у него, да, такой вот, возможно, период. Возможно, он в целом человек такой, где он, ну, центр своей какой-то вселенной. Это я не с каким-то упреком, это в целом нормально. Ну, 22 года, чуваку, блин, если, ну, представь, ты симпотный парень, тебе 22, ты работаешь на радио. Блин, да, вообще крутяк. Ну, у тебя такой образ сразу складывается, что ты клёвый, прикольный. Я надеюсь, у него есть кожаная куртка, знаешь, и всё, ну, это 10 из 10 уже. Ну, то есть, действительно, в какой-то момент это... Да, 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 конечно, я думаю, он не обделён вниманием. Ну, да, да. Так вот, типа, если вы не понимаете, для чего вам отношения, то зачем вы там какие-то у вас потуги их строить? Я вот этого... у меня не мэтчится просто. Сейчас, подожди, по поводу парней, которые не обделены вниманием. Когда я только подкатывал к своей девушке, в тот же момент к ней подкатывал очень такой альфа-чувак. И он подкатывал там через друга и такой, дай ей мой номер. То есть, он даже ничего не хочет делать ради этого. Ну, типа, он попросил друга, дай ей мой номер. Я, может быть, так и быть снизой иду до нее. Офигенно, класс. Я думаю, что если вам не нужны отношения, то вы сейчас спокойно можете наслаждаться вот этим периодом, когда у вас такие... ну, какой-то флирт просто с девушками там, да, пообщались пару месяцев, разошлись, все дела. Тоже приятно, значит. Да, потому что долгосрочные отношения и интерес к ним приходят у всех в разное время. Кто-то сразу этого хочет. Да, да, да. Он вот как бы заточен человек на это. Есть люди, которые реально всю жизнь так и не поняли, в чем приколы долгосрочных отношений. Зачем? Когда вот я с одной, потом с другой, потом... Знаешь, это вот тоже есть такие мужчины, у которых за спиной семь браков. Вот такие, ну, нелюбители. Пирс Хоттерн. Да-да-да. Нелюбители долгосрочных отношений такие. Ну да. Ну и вот то, что он типа везде один, что-то там, вот он писал, когда я хожу куда-то, да, 8% времени я один, 20% со знакомыми. Как научиться что-то чувствовать к человеку, как понять, что это чувство ненадуманное. Вот, ну, я не знаю, честно, я не знаю, как различать надуманные чувства и ненадуманные вообще, если такое. Но если мы мыслим этой категории, я, наверное, надуманные чувства осознала спустя время. Ну, типа, спустя время я поняла, что это было надуманное чувство. Потом ты понимаешь уже, да, как, о, это мне тогда было просто скучно. Или мне тогда просто хотелось вот чего-то, и вот оно было чего-то. Так больше никак это и не назовешь, чего-то. Ну, вот, да, спустя только время лично у меня вот так получалось. Но в моменте каждые какие-то чувства, каждые вот эти влюбленности, ты всегда думаешь, что это, ну, вот, все, тот самый человек. Ёлки-палки, наконец-таки. Ну, а с другой стороны, ну, ты же это испытываешь, ну, ты же это чувствуешь. Ну, как бы, почему это должно считаться надуманным или там еще что-то. Вот, поэтому мне проще считать, что все чувства надуманные, поэтому мы их и можем оценить только после. А я, наверное, буду думать, сейчас я вот придумаю, как я буду думать, что все чувства настоящие, ну, типа, они все искренние очень. А, и меняется просто реакция со временем? Нет, может быть, ну, кстати, реакция на них со временем, да, меняется. И, может быть, как это, срок годности, условно говоря, их меняется, скажем так. Ну, то есть, когда-то мне там кто-то нравился, мне казалось, что это там такая любовь, что мне так нравится. И мне действительно тогда нравился этот человек. Просто, ну, очень сильно нравился. Просто потом я поняла, что, ну, прошло все, прошла эта симпатия, там, я не знаю, узнала его чуть лучше. И такая, а, ой, извините, обозналась. Ну, вот такое. Я думаю, что ему нужно сейчас, ну, не стоит сообщаться с той девушкой, не стоит как-то триггерить это все и для себя, и для нее, ну, вы очень плохо начали. Лучше разойтись и не вспоминать друг друга. Для меня это вообще такое чувство, что это просто два разных письма. Да, как будто два разных письма, да. Вот. Но по стилистике это одно письмо. Я про первое вообще ничего не буду, как бы, комментировать, потому что, ну, что там скажешь, ну, типа, ситуация, как бы, отстойная. Да. Ну, вот. А про вопросы, что, там, я человек, который уничижает себя мыслями изнутри и все дела. А вы-то сами не думали к психологу обратиться? Ну, типа, не в смысле, что, типа, вы, там, какой-то не такой. Ну, если вы пишете, я уничижаю себя, там, мыслями изнутри, как мне понять, там, какие чувства надуманные, какие ненадуманные, ну, что вы запутались. Самому распутывать, очевидно, не получается. Значит, можно свою кожаную куртку крутого парня немножечко повесить на крючок, надеть, не знаю, просто рубашечку, футболочку и сходить к специалисту и рассказать ему все, что у вас происходит. Потому что, ну, откровенно говоря, ну, это... Рассказать есть что. Да, есть что рассказать, есть чем поделиться, есть в чем поковыряться. Мне кажется, что у вас много всяких чувств накопилось и мыслей, и, возможно, они на вас давят как-то, вот вы говорите, уничижает себя изнутри, но потому что они, это все вас как-то разрывает, наверное. Вот у меня вот такое какое-то чувство складывается. Нужен человек, который, ну, не знаю, поможет, успокоит, где-то, не знаю, распределит эти мысли ваши. Ну, скажем так, устаканит. Кто вообще, в принципе, выслушает, поймет, кому вы сможете вот это все рассказать и просто выдохнуть. Да, да. Потому что письмо такое, вот это происходит, вот это происходит, а тут я еще запутался, а вот это отношение, а тут я один, а тут что-то это. Есть какой-то, да, непроработанный комок мыслей, ощущений. Да, тот случай, когда я не буду говорить, я бы на месте человека составила список, ну, как я обычно делаю. Но здесь я, наверное, только хочу сказать, что к психологу, к какому-то специалисту обратиться, чтобы он помог разобраться. Не потому что с вами что-то не так. Да, да, прекратите, пожалуйста, вот у многих реально есть до сих пор такая, даже вот у нашего поколения, у нас, у миллениалов даже есть это еще, что, ну, психологи это какие-то шарлатаны, и что туда ходить вообще? Что, делать нечего? Ну, тут важно выбрать хорошего специалиста, там, не какого-то психолога, ну, значит, есть определенная категория психологи, там, социальных сетей, которые три способа заставить своего парня мыть посуду. Да, 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 да. Вот это вот все. Такие психологи, да. Да, да. Ну, в общем, человек, который поможет вам распутать клубок ваших чувств, мыслей, определиться с какими-то предпочтениями. Понять, нужны ли вам отношения, не нужны, чтобы, может быть, вас вот это не беспокоило, что вот долгосрочные не строятся. А зачем они вам нужны? Типа, потому что так в обществе принято, что это хорошо, а краткосрочные отношения — это плохо. Ну, типа, значит, вам это правило, может, не совсем подходит. Ну, да, ну, да. Ну, в общем, вы, надеюсь, понимаете, о чем мы говорим. Да, и как бы долгосрочные отношения, они в какой-то момент все равно краткосрочные. То есть в какой-то момент это все равно флирт, в какой-то момент это все равно, ну, просто знакомство. То есть редко же такое бывает, когда, ну, практически, наверное, никогда, когда ты видишь девушку, и так, она будет моей женой. И она в этот момент будет, о, это мой будущий муж. Ну, в великолепном веке, по-моему, так было. Да, 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 да. Ну, я шучу. Ну, в общем. А, в четырех свадьбах так было. В общем, дорогой человек, не роняйте больше штангу. Да, пожалуйста. Соберитесь мыслями, голову нужно приводить в порядок, чтобы дальше ваша жизнь была более комфортной, и чтобы вы нам писали, что, чуваки, у меня теперь все супер, и снова носите свою крутую кожаную куртку. Я все, я придумала, что вы носите кожаную куртку. Я его представляю, как Джефф Уингер из сериала «Сообщество». Вот он, который нашел очки капельками. Да, 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 да. Посмотрите на его лень. Посмотрите. А он такой крутой. Посмотрите на его чай. Это да. Клевый сериал. Да, посмотрите «Сообщество». Да. Ну что, второе письмо. Давай. Привет, Даша и Саша. Привет. Интерес такой. Опа. Как обычно это бывает, ничего не ждала от парня, кроме веселого времяпрепровождения. Прям так, прям таки веселого. Что, стендап вам рассказывал свой? Миниатюры показывал? Познакомилась с Геннадием Ветровым такая она. Так вот. Значит, для веселого времяпрепровождения за неделю вместе 24 на 7. Что-то у меня помутнилось. Стало думать о том, что дальше. При этом, получая даже не намеки, а вопросы от него о том, хочу ли я замуж, детей, о моем видении отношений, измены всего на свете. Как человек прямой задала вопрос. Мы двигаемся дальше или делаем шаг назад? Ибо в болотце недоотношений передружбы вариться не мой вариант. Человек пообещал все взвесить и обязательно, капсом выделено, уведомить, отправив на... Да, на рабочую почту. На рабочую почту. И заказным письмом на адрес компании. Да. После чего исчез. Теперь я не понимаю, что я испытываю. То ли это было реальным увлечением, то ли я, как человек-план, специально, бессознательно дожала его, чтобы он сам испарился. Спасибо заранее, если обсудите мой кейс. Мой кейс. Yeah, кейс. Самое смешное, что это, простите, было отправлено с рабочей почты. Везьмол. Я орнула. Да, я видел в нашем рабочем чате, это смешно, это смешно. Да. Но не в смысле, что мы в рабочем чате пересылаем ваши письма и ржем. Просто у нас есть общий чат, куда ребята с почты пересылают ваши письма, чтобы они попали к нам. Да. И тут мы уже над вами ржем. Да, да, да. Это происходит, ну... Вы это слышите. Вы слышите, как мы ржем над вами. Мы не над вами, мы с вами. Над вами. С вами над вами. Да мы над собой ржем. Ну да, мы очень... Смотри, ты дурак. Ха-ха-ха. Заткни. Ха-ха-ха. Простите, 9 вечера. Идеальная реакция. Так вот. Ну, конечно, зачем вы так думаете? Думайте по-другому. Блин, это пока что лучший совет за 300 с чертят чем-то выпуском. Пожалуйста, пусть он будет у нас в списке золотых советов. Не думайте так. Думайте по-другому. Думайте по-другому. Так вот. Мне кажется, все довольно очевидно, что он просто ничего не планировал, ничего не хотел. Или даже не знал, что хотел. Такое чаще даже встречается. Просто вот эти вот... Для меня это вот... Меня просто это даже немножко бесит, простите. Вот эти тупые вопросы от одноразовых партнеров, условно говоря. Ну, когда вы там встретились, не знаю, вы поняли, что у вас дружба организмами и все такое. И вот начинается. А что ты думаешь по поводу отношений? А как ты относишься к браку? Ну, типа, а ты такая классная. А что ты думаешь про отношения? Я сидела в этот момент и думала, ты дебил. Ну, типа, я понимаю, что, ну, эти вопросы просто в никуда звучат. Вот и все. И мне было непонятно. Ну, я просто не верила в то, что ему искренне интересно мое отношение к отношениям. Ну, да. Ну, то есть, не понимаю. И вот здесь я не понимаю, для чего люди это спрашивают. Есть теория, что парень, девушку спрашивал про отношения детей и измены. Прозондировать почву. Ну, то есть, они как бы весело, как она, весело проводят время, да? Не захочет ли она потом отношения от него? Ну, да. Не будет ли она там рассчитывать, что у них там, они вместе и все дела? Он думал, что она скажет, да мне вообще отношения не нужны, я бы только вот дружба организмами. И он такой, фух. Ну, да. В общем, я думаю, что он ничего не хотел от вас другого. Просто он, ну, как, ну, назовем это, испугался. Потому что, ну, для меня, я не знаю, если ты говоришь, я обязательно отвечу, и, ну, не отвечаешь. Угу. Ну, как бы, ну, что ты? Ну, да, 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 да. Испугался сказать, нет, не будет отношений. Это как на собеседование, мы вам перезвоним. Да, и не перезванивают. Отстой. Короче, подруга, нам не нужны такие отношения. Угу. Мы достойны большего подруга. Да, я понимаю, что вот это 24 на 7 вместе, у вас там секс, легкая какая-то романтика, такой вот этот вайп, немного, знаешь, когда вы никому, ну, никто ничего не должен, вы такие свободные. Легкость. И на этом фоне начинает развиваться чувство, что, ой, вам же вдвоем так классно. Может быть, это оно? Да нет, это, наверное, не оно. Может быть, есть случаи, когда из этого действительно получаются отношения. Да, конечно, есть такое, да. Но мне кажется, ну, такое. Я даже встречал такие парочки, которые, знаешь, ну, уже давным-давно вместе, но началось все с какого-то просто перепихона, полуслучайного какого-то, типа, что-то это понесло нас. Понесло нас. Ну, вот по моей Дашкинской статистике. Знаменитый Дашкинский центр статистики. Дашкстат. Дашкстат. Да. Мне кажется, что все-таки в большинстве случаев такие вот дружбы организмами не заканчиваются отношениями. Да, в большинстве случаев такие дружбы организмами заканчиваются вот примерно вот так. Да пусть катится. Я тебе позвоню обязательно. И ничего вообще. Пусть катится, подруга. Пошел он нафиг. Потому что ты заслуживаешь уважения к себе вообще-то. Да, любви. Да. Настоящей, а не вот это вот. Ну, там посмотрим, что там кого-то. Ну, вообще реально, да. Это все такое дурацкое. Посмотрим, что ты это. Я обязательно скажу. Я сейчас подумаю. Я тебе потом это отвечу. А ты же даже номер мой не взял. Да. Поумчал. Фиг с ним. Ну, для меня это, знаешь, такое. Как бы, ну, чувак, видимо, ничего не может предложить. Ну, как бы, я не осуждаю в том плане, что если вы, как бы, да, договорились, что у вас дружба организмами, окей, без вопросов. Но когда ты говоришь, я обязательно тебе отвечу, все взвешу, прям взвешу. Я обязательно отвечу, а потом я пропаду. Ну, типа... На весовую ездил. Да. Заблудился. Бывает. У меня это как бы как-то показывает, что, ну, его отношение ко мне, и значит, ну, мне такое отношение неприятно, значит, пошло в жопу. Да. Вот. А вы встретите какого-нибудь нормального человека, который, не знаю, полюбит вас, и, может, у вас начнется все не с дружбы организмами, а с чего-то более, там, романтичного. Да, да. С того, что... Сообщение, может, просто... Вы вдруг такие, ну, представь, понравились, типа, давай на свидание, и всякое такое, и как-то вот так закрутилось, что вы болтали просто всю ночь. И, блин, так здорово поболтали, круто. И уже на рассвете понимаете, что, блин, да мы что, всю ночь болтали сейчас с тобой? Офигеть. Ты сейчас такое говоришь, мне больно, потому что... Сколько сейчас? Полдесятого? Я так спать хочу. Я не хочу разговаривать. Сказал я в подкасте. Я хочу быть домой. Я просто жду, что моя голова опустится на подушку, и я включу документалку, и такая... На заставке. Да, да, да. Блин. У меня в свое время был самый лучший способ уснуть. Это документальный фильм Нила Деграсса Тайсона про теорию струн. Там, ну, про космос и всякое такое, там про много чего. Про физику. И я не досмотрел ни одной серии, там несколько серий, ни одной серии до конца. Я очень хорошо знаю первые пять минут каждой серии, чуть ли не наизусть. Так вырубало под них просто. И он спокойно, и переведено, хорошо озвучено, спокойным голосом. Так, космос. Это... Я представляю, что там... Космос. Ты не смотрела, что ли? Там так и говорится. У меня... Я люблю спать под телевизор, чтобы бубнил. Но у меня теперь по соседству живет бабуля, и она врубает телевизор очень громко. И так прикольно. Я лежу с открытым окошком и слышу там у нее телевизор. Как удобно. Нила Деграсса Тайсона смотрит, очевидно. Космос. Это... Да, да, да. Ой, все, ребят. Блин, а спать захотелось. Елки-полки. Пока не уснули. Даша, Даша! Это был подкаст, ребята, мы потрахали. С вами был Сашка. И Дашка. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть. Пока. but not Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...